Я родился в Межгородской области, в районном поселке, километров 200 от города. Жил там до конца 90-х, после чего переехал в Нижний Новгород. Карьера как художником у меня началась примерно в 3 года. Я начал разрисовывать стены фломастерами и карандашами, двери и папинные блокноты. Улегся рыбалкой, мы с отцом ходили на речку, начал скататься на велике. В общем, детство было обычно деревянское. После чего я переехал в город, в город, где, естественно, началась другая жизнь. Пошел в детский сад, первые драки, первая любовь. Потом пошел в школу, я опущался в детском саду всего 2 года. Пошел в школу, в которой была напротив. Ну и как-то так жил, продолжал жизнь. Вообще, в первоначале 2005 году я начал кататься на скейтборде. Катался, катался, катался. Ну, следя в интернете за художниками, то есть меня сначала интересовали просто другие художники, которые делают дизайн для скейтов. Среди них были те, кто рисует на улице. Я увидел то, что раз он катается на скейте, типа, и рисует, типа, это прикольно. И придумал своего персонажа, купил себе в граффити-магазине в Москве маркер первый, зеленый, On the Run, как сейчас помню, и ходил тегл и рисовал своих персонажей. Потом уже я познакомился с граффитчиками нижним. Одним из них был как раз-таки Сева, потому что он тоже катался на скейте. Мы сдружились, общались, опять же, я начал выпивать, курить сигареты, ну и так далее. В общем, это поменяло мою жизнь в чем-то в худшую сторону. Я думаю, это все равно рано или поздно мне пришло. Но в целом я доволен. Я понял то, что потом за счет этого можно жить и с этим только благодаря этому. И понял то, что это остановить деятельность его и будет. Ну и надеюсь, так будет продолжаться как-то. В нашей семье всегда было понимание друг друга, родители всегда постарались поддержать. Но, опять же, были строгие. То есть, как бы, если ты хочешь чего-то добиться, добивайся этого сам. То есть, не нужны какие-то деньги на личные расходы. То есть, с 14 лет мне сказали, ты можешь уже устраиваться на работу. Давай, занимайся. Ну, типа, если нужен скейтборд. Так как я начал заниматься скейтбордингом. Иди, зарабатывай себе на скейтборд. Летом на каникулах. Моя первая работа была в деревне. В 14 лет я приехал на каникулы и устроился на пилораму. Работа была недолгой. Всего пару дней. Из-за того, что там была не очень приятная компания. Но, в целом, эта работа так себе. То есть, мы там пилили поддоны и таскали их. И взяли в машину. В году в 2011 у меня появились мысли переехать в Москву. Я познакомился с этим чуваком, который приехал в Нижний. И у него было свое рекламное агентство. Мы с ним затусили. Я говорю, давай поехали ко мне. Будешь работать. Я как раз ничего меня не держал после школы. Я думаю, а дай-ка я поеду. Приехал в Москву. Две недели прожил. Съездил в командировку в Воронеж. Я понял, что вся эта московская суета в жизни не по мне. И вернулся в город. После чего я пошел какую-то себе работку. Пусил тут. Ну и потом для себя открыл то, что можно сделать загранпаспорт в какой-то веке. И понял то, что можно начать путешествовать уже за границу. Вот. И первая сторона была Грузия. Съездив туда, я понял то, что нужно для себя открывать остальной мир. Спустя пару месяцев я себе небольшой евротур устроил. И понял то, что хочу переехать в Германию за лучшей жизнью. Как многие всегда гнались туда. Вот я так же подумал. Но приехав в Нижний, я понял то, что все-таки дом роднее. И где родился, там и пригодился. Планов нет. Приезжать. Никуда. Остаюсь здесь. Один раз я шел по улице. На встречу мне ехала копейка. Просто выходят оттуда два цыгана. И отдают мне мой кошелек. Ты обронил. Я проверяю внутренний карман куртки. Это была зима. Он расстегнут. Я открываю кошелек и вижу то, что там типа 200 рублей. А там было 1200 рублей. И я его точно не обронил. Придя домой, я все это забыл. То есть я успел кому-то сообщить. У меня там какое-то время было. Я позвонил. На следующее утро я проснулся. И как бы это не помню. И меня на следующее говорят, типа, ты помнишь вчера то, что-то произошло? Я там как-то спустя какое-то время это в памяти восстановил. Ну и это типа был гипноз. Эта тема, ну меня на самом деле порадовала в чем-то. В том, что типа вот чуваки мне хотя бы там 200 рублей оставили. Типа нормально они угорели. Типа мощная штука. Но впредь как бы не смотреть в глаза многим людям. Это типа окей. Ну я бы сам хотел такой штукой научиться. Работать. Но я думаю это очень сложно. В моем городе я вижу жизнь. То есть жизнь как художественную, уличную. Из-за того, что работы как бы долго висят. Появляется много нового. Их не закрашивают. То есть город видно то, что как-то люди живут. Владежь так рисуют. То есть сложно сказать про Москву, когда ты переезжаешь. Там все чисто, вылизанное. Я конечно понимаю то, что там работает намного больше людей на улице. Но это все закрашивается моментально. Помню как-то раз я пошел в школу. И волосы меня кинули в жвачку. Ну как обычно баловались. Ставали фигню какую-то. Волосы были такие. Достаточно длинные. Это был класс. Это был в классе во втором. И пришлось как бы делать мне новую стрижку. Слишком короткую. Мне сделали не под горшок. То есть весь лысый. И вот эта челка дебильная, которая остается. Ровненькая, прямая. Даже где-то фотка есть. Мне пришлось с этим даже фоткаться. Ну для школы фотографии. Второго года. Тротого класса. Я супер комплексовал из-за этого. Но мне сказали, ну будешь знать, как развлекаться. Ну что мне пришлось? Просто терпеть. Я не мог сам себя подстричь. Желание бросить рисовать на улице? Нет. Так как многие все равно, кто рисовал на улице, уходят с улицы. И занимаются галерейно-коммерческой деятельностью. Тьфу-тьфу. Вроде пока не было таких мыслей. Надеюсь, не будет. В планах продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас. На ближайшие 3-5 лет точно. И как пойдет. Я стараюсь жить, конечно, сегодняшним днем. Из-за того, что ты никогда не знаешь, что будет завтра, через час или через пять минут. Как бы зайти можешь все что угодно. Поэтому я как бы стараюсь развлекать себя как могу. И, ну тем не менее, заряжать проекты какие-то и думать проектами вперед. Бывать даже за полгода. Но сейчас такое тяжелое время, что непонятно. В любой момент могут вести режим повышенной готовности непонятный. И как с этим жить, уже придется действовать по обстоятельствам. Когда у меня наступает депрессия, что в последнее время, к счастью, редко. Я просто в это время начинаю активно работать. Работаю, работаю, чтобы не забивать свою голову. Депрессия может случиться только. Понятно, из-за близких каких-то проблем. Либо из-за любви этой неразделенной. Ну просто какой-то провал случился в жизни. Прямо депрессуху. Еще бывает осенняя депрессия. И уже непонятно из-за чего. Из-за какой-то погоды всего лишь. Ну я просто в этой время начинаю активно работать. И спустя пару-тройку дней она бывает уходит. Бывает неделя. Ну неделя максимум, на самом деле. Потом я как-то это беру в себя в руки. И неделю дома посижу. И все в порядке. Помню, где у нас пошли все вырисовать. Рисуем, рисуем час. Может полтора уже. Большой рисунок. И вдруг нас с двух сторон окружают охранники. Мы такие, ну не побежим уж точно. У нас ведра с краской, палки. Охранники говорят, ну вы вас высадили по камеру. У нас 130 камер на объекте. Они такие, зашибись. А это опора метра моста. По итогу мы пошли к ним в беседку. Они вызвали своего главного. Который там отвечает за все это. Пока его ждали, оказалось, что у одного охранника днюха сегодня. Он такие, ой, в ништяк чего, поздравляем. Он говорит, ну да, вы поймите, что это работает. Конечно, понимаю. Все окей. Нас наполечаем с вафлями. По итогу приезжает начальник. Говорит, все, вам пиздец, короче. Вы попали на бабки. Он такие, да, да, конечно, по-любому. Серую стенку хоть раскрасили. Говорит, все, я мусоров вызываю. Он такие, ну окей, давай. Приезжает полиция. Нас повезли. Сначала метро отдел, это метромост. Какая-то опора привозит. В отдел. Говорит, что вы там писали? Один спрашивает. Очень грубо обращаются. Мы говорим, Сева любит мамбу. И Рорк тоже. И они, как давай, ржа. Чего, блядь, вы там писали? Говорит, ну вот так вот. Говорит, пиздец, конечно. Смерть страшная штука. Особенно, когда умирает твой близкий. Ты, как правило, боишься. Ну вот я боюсь больше всего этого. Когда ты думаешь, за себя тебе не так страшно. Вот близкие, да. Такая проблема. Было пару раз в жизни, когда я тонул. Вся жизнь пролетает перед глазами. Но ты, как бы, все это время думаешь о своих родных. Все мы смертны, и все проходит. Со временем любая боль уйдет. Надо жить дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова